приветствую товарищи сегодня у нас с вами опять экспедиция и начнем мы с проверки масла в моторе хочу посмотреть что там творится потому что давно уже не заглядывал палка воткнулась вчера давайте тогда посмотрим что там у нас происходит ничего не меняется как было так и есть щуп вытру еще раз посмотрим на чуть-чуть совсем подумала совсем чуть-чуть в общем этот мотор вообще по поводу масложора никак себя не проявляет отрицательно хотя вы видели наверно как я его кручу даже вот вчера до шести с половиной тысяч раскручивал в некоторые моменты уже обкатка нормально пройдено уже принципе то все это можно сейчас запускаем поедем в очередное очередное путешествие итак мы с вами на дороге которая ведет в лес и в конце пути находится старое озеро и на берегу этого озера был построен монастырь и там находится мощи местно чтимого святого вот значит помимо монастыря раньше там была деревенька но и насколько мне известно до войны там находилась лаборатория российской академии наук что там они изучали сказать затрудняюсь но я знаю что они не использовали монастырские здания они значит там так тут вот видите какая уже дорожка начинается они отдельные корпуса построили но по-моему ничего от этой лаборатории уже не осталось то есть видимо деревянные какие-то были сделанные бараки и все на этом все закончилось так вот я там ни разу не был но туда совершается паломническая походы вот хочу проверить этот путь сегодня разведка сегодня планирую просто разведку посмотреть насколько далеко можно по этой дороге проехать на внедорожнике ну туда ездят рыбаки гриб грибники наверное за ягодами туда ездят то есть в принципе места такие изученные достаточно изведанные но и часовня там еще построена рядом с руинами монастыря так что вот начинаем наш путь но здесь пока как видите относительно дорога неплохая понятно что такие вот большие лужи но тем не менее ездят тут вполне себе от на обычных автомобилях я имею ввиду не вы уазы то есть не заряженные грузовики здесь зимой по моему ездили лесовозы и все ну в принципе я думаю что смысла нет наверно показывать кстати места болотистые такие довольно таки вот смысла нет на на показывать всю дорогу как я это делал вчера потому что вчера реально было на каждый каждый метр надо было с боем преодолевать и тысячу раз подумать прежде чем ехать ну а тут пока практически асфальт вон начинается давайте посмотрим и включусь уже тогда наиболее интересном месте вот здесь вот велись лесозаготовки лежат балансы березовые и стоят сани то есть зимний период здесь поскольку болотина он смотрите какие сани поскольку болотина то он дрова даже березовые лежат увидеть как здесь места топки тут так просто не проедешь только на подготовленной технике болотоход короче нужен дорожка разной степени паршивости но пока таких откровенно плохих мест по прежнему мне не встретилась то есть вот здесь вообще он сейчас вообще шикарно еду хорошо бы вся птака тогда тогда вообще отдых просто будет отдых тут лужи начинаются кед опять же клиренс и когда подвеска не позволяет легко такие места проходить с напряга люблю такие места вот где нет риска застрять но зато проверяется геометрическая проходимость автомобиля так мне больше нравится выбираешь угол съезда определенный и форсируешь форсируешь препятствия и нет риска встать на много часов чтобы откапывать машину или домкратить ее но грязь помесить тоже хочется иногда вот допустим вчерашняя поездка опять же на меня произвела очень такое сильное впечатление так здесь то как нам ехать лучше вот так вот на наверно прямо так вот очень сильное впечатление на меня вчерашняя поездка произвела и хочется что-то подобное повторить хотя были сложности конечно как вы видели главное что вот повторюсь что машина легкая и самостоятельно из многих ситуаций просто можно выйти есть за что домкратить домкратится легко это если нужно домкратить а я не домкратил вчера ничего только чисто лапник доски и все и и вышел но сейчас пересматривая ролик я прихожу к выводу что если бы если бы я там поднажал просто-напросто не побоялся бы я выскочил оттуда бы и без досок даже машина бы прорезала просто колею бы ну и выскочила бы как это и произошло в итоге тоже лужи глубокие тут колея тракторная я в разрез пройду по колеям когда когда видите короче еще один совет когда видите колею от грузовиков или какой-то такой серьезной техники не едьте по этой колее потому что с вероятностью но процентов наверное 90 вы просто в этой колее сядете на пузо и все когда лужа и не видно там что творится то есть лучше конечно тут комплекс ехал заготовительный видимо закончили заготовку и из леса его вывозили ну так довольно таки скользко вот я еду я чувствую как машину таскает вот здесь вот уже такие места сырые сырые пошли дорога сырая вот пожалуйста он лужи а здесь вот кстати смотрите здесь труба сделано он капитально так все к делу подошли и там вот лежневкой на заднем плане виднеется там лежневка там лес вывозили и здесь лежневка вот с этой стороны тоже лесовозные дороги ну а тут дорожка очень хорошая может даже сегодня удастся посетить вот это место там единственное надо по болоту идти вот я карту смотрел там придется идти по болоту и конечно бы карту бы мне загрузить бы надо как-то я не знаю связь ловит уже или не ловит так ага а вот друзья и закончилась хорошая жизнь и дальше начинается грязь вот пожалуйста радость короче длилась недолго вот здесь вот здесь вот сделана лежневка тоже и надо смотреть вот надо карту во первых смотреть потому что две дороги идут две дороги то есть лесовозная вот это вот для лесовозов хорошая сделана относительно на дальше то уже лес сюда подвозили тут видимо складировался он поэтому надо выйти и посмотреть так машину я пока заглушу я еще вот знаете в чем сомневаюсь туда ли я вообще заехал потому что что-то тут как-то такое ощущение что здесь вообще дорога кончается любая в общем я думаю что надо дойти до конца и посмотреть что же там поэтому томить вас не буду включусь с того места зверей то тут никаких нет а то мишка выйдет а у меня ничего с собой нет чтоб его угостить ай блин тут пешком то идти тяжело я уж не говорю о том чтобы ехать угостить тепло опять сегодня на улице пока пока иду весь вспотел уже было куртку снять да здесь сейчас слишком сыра слишком сыра вот вот дорога дорога в лес вообще не проехать болотоход нужен короче туда не проехать просто столбик деляночный стоит дальше будут вырубать это все вот кстати говоря сейчас я вам объясню немножко вот лес до вырубается ну он вырубался всегда это строительный материал без этого никак у нас много чего состоит из дерева много где дерево используется поэтому без этого материала никуда мы далеко не уйдем и что касается если экспорт вас беспокоит да ну россия экспортировала лес всегда царское время и советское время и сейчас единственное что сейчас темпы экспорта они немножко снизились вот если вопрос изучить посмотреть как это было в нулевых там 90 нулевые так далее динамику и что сейчас то есть у нас все-таки много леса остается и на внутреннем рынке это я имею виду официальные цифры а черных если лесоруба брать там понятно что они будут больше но сейчас во-первых контроль за лесами усиливается вот как раз таки из-за того что в китай вывозится очень много древесины то есть это основная доля экспорта составляет китай и потом идет финляндия ну а дальше уже по мелочи там остальные страны вот вот так вот то есть в любом случае правительство работает над тем чтобы углубленная переработка осуществлялась внутри страны и экспорт был ну доля экспорта как-то все-таки к минимуму сводилась к приемлемому вот и в плане злоупотребление значит работа тоже ведется вот маркировка леса допустим там вплоть до того что электронная каждого ассортимента бирочка такие предложения были зарубежных странах это принципе практикуются с нашими объемами конечно проблематично и затратно это будет лес от этого дешевле не станет однако же контроль то все равно нужен систему его из учетную вели лес его из допустим вот ну и собственно возвращаясь к теме понимаете если и вот эти елки их вот оставить вот так вот оставить ручей течет но у дерева есть тоже срок жизни определенной это она пока молодое пока она может послужить людям его надо спилить и сделать из него что-то потому что если она перестоит но она умрет сгниет образуется валежник но это естественно это как бы естественные процессы природные однако же однако же хозяйственная деятельность она все же лес оздоравливают если ведется лесовосстановление я не буду говорить что в этой сфере все хорошо но по крайней мере работаете производятся и я как-нибудь вам покажу и в питомнике как эти елочки молодые растут и как это выглядит на делянке так что все все будет я все помню и как-нибудь сделаю такой репортаж найду время и сделаю вот поэтому в отличие от других каких-то полезных ископаемых там допустим лес он безграничен он будет всегда если его восстанавливать вот это самое главное то есть надо разумно использовать лес и более того я вам скажу вот сейчас во времена рыночной экономики углубленная переработка любой древесины она как никогда актуально используется все сейчас то есть самая низкосортная древесина она поступает на комбинаты где производят допустим плиты мдф мелкодисперсная фракция то есть это все перемалывается склеивается прессуется и получаются панели для мебели вот допустим для корпусной вот так все идет в дело все используется это хорошо то что в лесу не оставляется все идет переработку то есть идет борьба за каждую деревяшку и это ним не может не радовать глина начинается то есть изучите вопрос не все так плохо в этом плане вот а есть такая еще штука сертификация лесная фаси там вообще независимый контроль как бы отдельно от государственного еще осуществляется это для работы на экспорт необходимо требуется подтверждение легальности заготовки то есть все 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 документы вся документальная база нужно должна быть предоставлена вплоть до журналов о технике безопасности и так далее все это очень серьезно я сам просто этим занимался аудитом в этой сфере аудитом ну и контролем ведением этого учета поэтому знаю о чем говорю чем дальше тем серьезнее если когда это только начиналось это было более так формально то сейчас уже двойные проверки там ведутся допустим двойной аудит может произойти все все серьезно теперь теперь в черную лес уже продать очень тяжело если только контрабанда какая-то но опять же говорю что и в этом направлении движение есть поэтому будем надеяться что леса у нас будут по-прежнему зеленеть будут восстанавливаться как это и должно происходить вот так ну что возвращаюсь я к машине ни с чем уже опять закат днем сегодня работал вечером вот решил решил выехать репортаж для вас поснимать вот так ну и сегодня зато вот такой вот рассказ получился ликбез тоже считаю что об этом надо говорить а еще кстати немножко добавлю сохраняется в россии девственные леса где хозяйственная деятельность человеческая не велась никогда то есть это какие-то труднодоступные районы вот где это вот экосистема сложившаяся не нарушалась вот лес же это что это же взаимодействие огромного количества факторов бактерии грибы насекомые животные обитающие в конкретно в конкретном вот участке леса регионе конкретном птицы и так далее состав почв то есть все это играют свою роль все это сбалансировано и важно это сохранить этот баланс при восстановлении лесов так вот в детственных то лесах как раз и изучаются вот эти вот экосистемы и потом соответственно применяются это все эти знания на практике вот то есть здесь работа тоже в этом направлении идет и не все так плохо вот такой вот нюанс а вот машина впереди уже виднеется дать проверим но вот тут слушайте тут камни она плотная такое довольно таки здесь я бы мог проехать вопрос только куда добрался до машины далеко ушел сапоги надо сполоснуть и можно двигаться глина штука неприятно на час посмотреть по карте конечно что тут у нас такое а не посмотреть связь связи нет что-то 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 показывает но карты не загружает чуть-чуть связь короче чуть-чуть совсем так а сейчас мы с вами будем разворачиваться и отсюда выбираться но знаю теперь где смотреть по крайней мере чего там дальше уже хорошо хотя бы так так тут глина сейчас найти площадку нормальную для разворота более менее сухую вот здесь вот допустим и развернуться так вот ну все поехали обратно здесь пока делать нечего надо как следует все узнать дорогу проверил дорога не то наверно или то она не проезжая ну вот тут довольно таки интересное место здесь надо очень аккуратно ехать а опа опа на грани на грани здесь вот геометрии чуть-чуть коснулся порогом левым и вот тут еще лужа большая довольно таки вот труба тоже лежит через дорогу как нормально все сделано вода выходила и вот там вот участок еще впереди сейчас будет такой тоже с большими ямами вот он что-то лужа плавала здесь вот как таскают машина по глине как как на лыжах ну и вот и еще одна лужа тут но я ее объеду тут вот сбоку как и объезжал ну а тут пошла уже такая сухая красивая дорожка вот здесь вот вот здесь вот надо ехать очень аккуратно а тут можно днищем задеть отлично проехал в разрез и вот тут вот место тоже такое нехорошее видите доски навалены ну я так его ой е-мое ай нищим-то прямо защитой на скреб так выезжаем все можно сказать что приехал ну тут ерунда обычная дорога деревенская по таким дорожкам милое дело ездить раз так все переваливаешься глубокие лужи такие проваливаешься так а здесь надо пониженную включить тут надо на первое аккуратненько так проехать что вот такие видите уезды лежневка о и все и все и выехали вот друзья посмотрел я сейчас карту я не туда пошел пешком то есть надо было мне как раз направо идти по той дороге вот та дорога как раз ведет к озеру а это да действительно тут не проезжая и ведет в какие-то делянки дальние потому там дерево и лежало будем знать в следующий раз надо будет попробовать пройти той дорогой ну конечно нужно выезжать пораньше для этого все таки по ночам в такие экспедиции отправляться не очень разумно а так да интересно а я уж было расстроился думаю ну вот и по карте я как раз до середины маршрута доехал то есть дальше там в принципе чуть-чуть побольше но примерно вот столько же надо было пройти о смотрите какое место хорошее красивое сейчас мы тут поедем так вот и подошла к концу наша сегодняшняя поездка возвращаюсь домой другой дорожкой опять немножко ну и соответственно принципе впечатления получены хоть немножечко получилось не то что задумывал но зато посмотрели посмотрели и другое направление что же там тоже неплохо узнать было потом не возвращаться так скажем что в следующий раз по нужной уже дороге можно будет двигаться так кстати вот видите он бобровая хатка расположена бобры за пруду сделали это уже как-то и показывал в одном из своих роликов ну все друзья всем пока до новых встреч на канале добра здоровья и удачи как обычно всем желаю чувствовать через через дерево переедем так вот раз так вот и привод и все